Талибы заняли Кабул. Они утверждают, что взяли под контроль президентский дворец и вскоре объявят оттуда о создании Исламского Эмирата Афганистан. Президент страны Гани покинул страну, эвакуируется посольство западных стран. Российская депрессия работает в обычном режиме. Талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец, сообщает Аль-Арабия. Боев при этом не велось. Президент Афганистана Шраф Гани бежал по одним СМИ в Таджикистан, оттуда в Аман, по другим он вместе с женой и советниками направился в Узбекистан. Управление страной передано совету, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдула Абдула и экс-президент Карзай, сообщил РИА Новости Источник. Созданный совет затем напрямую передаст власть талибам. Никакого переходного правительства не будет. Ранее сообщалось, что во главе переходного правительства встал бывший министр внутренних дел и экс-посол Афганистана в Германии Ахмад Джалали. Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на представителя талибов, что движение намерено скоро объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Ранее талибан, который пока по-прежнему является запрещенной в России организацией, заявлял, что предоставит возможность выезда из страны всем, кто этого захочет. Чиновникам из администрации мстить не будут, а военных ждет амнистия. Все иностранцы, как уверяют талибы, могут свободно покинуть страну. Тем же, кто останется, необходимо пройти регистрацию. Что будет дальше, рассуждает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Алексей Малошенко. Есть вопрос, как себя поведут талибы. Пока что они себя ведут более чем мирно. Но это пока. Пока им нужно завоевывать доверие, чтобы не было никаких конфликтов. Поэтому я думаю, что сейчас какой-то переходный период. Они будут обустраиваться. Они уже обратились к банкам, к магазинам, чтобы все работало. И меньше всего на сегодняшний день они говорят про ислам, кстати говоря. Вот там, конечно, существует женский вопрос, но он будет решаться. Это очень болезненно. Но пока что они настроены на то, чтобы был мир. И, кстати говоря, там по-прежнему российское посольство. Во всяком случае, никто оттуда уезжать не собирается. А это, в общем, символ. Это показатель. Торопиться с окончательными выводами я бы не стал. Потому что среди талибов очень много фанатиков. И какие будут первые заявления, по какому направлению. Экономика, социальные проблемы, цены, еще что-то. Если мы увидим вот это, это нормально. Потому что сводить счеты, это опасно для них же. Поэтому сейчас они заинтересованы в полном покое. Но эксцессы практически неизбежные. И зависит от того, как себя в случае провокации поведет талибская верхушка. Действия России, что будут налаживаться отношения с талибами? Уже отношения налажены. Все по-прежнему пишут, что талибы это запрещенная в России организация. Вот это надо как-то, я бы сказал, аккуратно убирать. И если это будет убрано, то, например, те же талибы очень хорошо к этому отнесутся. И это будет, я бы сказал, еще шаг на пути к нормализации отношений. Ни Россия, ни кто от талибов никуда не денется. Это политический тренд во всем мусульманском мире. А Хамас, который к нам катается, тоже называется террористической организацией. Ну и что? Мне кажется, что постепенно все будет утрясаться. Алексей Малашенко, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН. Посол России в Кабуле в понедельник проведет встречу в Духе с главой политического офиса Талибана Бородаром, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Почему захват талибами Афганистана фактически стал блицкригом, объясняет руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников. По всей видимости, здесь был какой-то определенный сговор, потому что войска афганской национальной армии фактически только в нескольких местах оказывала сопротивление. Административные центры провинции фактически сдавали без боя. Если посмотреть сейчас то, что в массовом количестве сами талибы выкладывают в социальные сети, то в их руки попали сейчас богатые арсеналы с западным оружием, в основном американским, в Герате, в Кандагаре, в Джалабаде и во многих других местах. Этого оружия с 300-тысячной афганской армии хватит у талибов, чтобы вооружить еще одну такую же армию. При захвате Герата талибам удалось захватить в исправном состоянии вертолеты Ми-17. Буквально вчера они уже были подняты в воздух для сопровождения колонн талибов. Еще в одном месте талибы захватили американские вертолеты. И уже они сегодня похвастались, что они их подняли на крыло. А почему не было практических сопротивлений? То есть заведомо понимали, что все равно они придут к власти? Для афганцев всегда были на первом месте в приоритете родоплеменные отношения. И кто с кем там как выговаривался, как убеждал, мы не знаем. Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН. Ранее талибы заняли все крупные города Афганистана, а также авиабазу Баграм, которую в 80-е использовали советские войска, а с 2001-го после вторжения США американские военные. В Баграме талибы захватили также тюрьму, откуда освободили тысячи заключенных из числа своих сторонников. На фоне усиления позиции талибов, многие государства закрывают в Кабуле свои посольства и эвакуируют персонал. В сети опубликовались видеокадры из Кабула, напоминающие фильмы о конце света, улицы забиты автомобилями, пробки растянулись на километры, а также видео огромных очередей в кабульских банках и в аэропорту. Талибы развернули наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США заявили о выводе своих войск из страны. На данный момент радикалы, по их утверждению, контролируют всю афганскую территорию. Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Афганистане состоится 16 августа утром. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта. Столь молниеносного падения прозападного режима в Афганистане не ожидал никто. В начале вывода своих войск из этой страны США рассчитывали, что кабульское правительство прожяжется полгода, а то и больше. Несколько дней назад оценки сократились до 2-3 месяцев. 5 августа официальный представитель МИД России говорил, что наступление талибов в Афганистане начало выдыхаться. Однако правительственные силы, на подготовку которых только США потратили за 20 лет 83 миллиарда долларов, просто отказались сражаться с талибами. Они либо разбежались, либо перешли на сторону исламистов со всем вооружением. Режим рухнул в одночасье, хотя за годы оккупации западной коалиции все же были несомненные достижения в строительстве мирной жизни. Возводились объекты инфраструктуры, налаживалась система медицины и образования, в том числе для женщин. Жители крупных городов стали привыкать к благам цивилизации, которых они были лишены во время прежнего правления талибов. Выборы президента 2014 и 2019 годов были признаны всеми наблюдателями, как в целом демократические и отвечающие требуемым нормам. Хотя выборы 2019 года, когда президент Гани был переизбан, прошли при очень низкой явке. Все рухнуло, как карточный домик. Страна, которая теперь будет называться Исламский Эмират Афганистан, вернется под власть клерикальных мракобесов. И пока не похоже, что такое состояние будет ей, стране и большой части ее населения менее комфортно, чем когда сначала советские, а потом западные цивилизаторы пытались извне построить прогрессивное общество или даже демократию. Запрещенные в РФ талибы пока осторожничают. Говорят о гарантиях работы посольств, что простят чуть ли не всех, кто сотрудничал с прозападным режимом. Кто хочет, сможет эмигрировать. Даже обещают сохранить за женщинами право на работу и учебу. Но хиджабы им надо надеть уже сейчас. Уверяюсь, что не собираются нападать на соседние среднеазиатские государства. По афганским меркам, скорее всего, переход всей полноты власти к исламистам будет относительно мирным. Работники госаппарата все равно понадобятся. Поначалу талибы, являющиеся преимущественно пуштунами, наверное, будут действовать осмотрительно в провинциях со значительным числом таджиков, узбеков или даже шиитов-хазарейцев, являющихся для них, по сути, иноверцами. Однако жестокость режима будет неизбежно нарастать. Особенно по мере возвращения в страну тех представителей талибов, кто обретался все это время в Пакистане. Наведение новых порядков будет сопровождаться в том числе массовыми казнями, отрубанием голов, рук и побиванием камнями, утверждением законов шариата. Не стоит ждать от талибов милосердия. Обещания, данные ими тем, кого они считают неверными, для них ничего не стоит. Сам факт сокрушительной победы может скружить новым правителям голову, укрепив их в вере в собственные богоизбранности. Никак не решена также проблема с запрещенным в РФ игиловцами, которых уже довольно много в стране, и с которыми талибы обещали бороться, но могут и не захотеть. Также среди талибов появилось заметное число такжиких и узбекских группировок, которые могут начать активно смотреть на север с тем, чтобы нести соплеменникам истинную веру. Афганистан станет прибежищем джихадистов со всего мира, в том числе выдавливаемым из Сирии. Приход к власти организации, признанной в России террористической, это колоссальный вызов российской политике в регионе. Очень скоро придется решать вопрос о том, чтобы снимать ярлык, запрещенный, с этой силой. Хотя в ее сущности ничего ровным счетом не изменилось. Снимать на том лишь основании, что в Афганистане остается наше посольство? Тогда надо готовиться принимать верительные грамоты их нового посла в Москве. Еще более серьезный вызов может стать перед центральноазиатскими странами. Насколько режимы в Ташкенте и Душанбе смогут противостоять растущему влиянию исламизма? Смогут ли они встать преградой на пути проникновения террористов дальше на север? Особенно учитывая безвизовый режим России с этими странами.